Он стал разглядывать не только картинки, он еще внимательно смотрит на надпись. Если я, например, пальцем показываю, что написано, подписано на картинке, он внимательно следит за пальцем. Потом он еще стал следить иногда за указательным жестом. Если это недалеко, например, предмет находится не очень далеко, и я показываю пальцем, принеси машинку, принеси игрушку или еще что-нибудь, я не знаю, любой предмет он может принести, если это недалеко находится. Потом он научился хлопать в ладоши, он научился топать руками, если ему скажешь, потопай, похлопай, потри ручки, он все это понимает и делает эти движения. Научился прыгать, стоя на кровати, на батуте, стоя прыгает. Любит повторять движения под песенки детские, похлопаем, попрыгаем, побегаем. Под песенки он вообще очень любит делать всякие движения. Потом, что еще интересно, недавно мы были на детской площадке игровой, ну, как бы как игровая комната, там разные батуты, разные горки. И, в общем, он вообще себя так повел интересно. Первый раз он себя так вел, он, во-первых, сам бегал по всей вот этой комнате и залазил на те горки, на которые он вообще не залазил никогда. Он на пару там, на пару горок ходил, а остальные просто без внимания. А тут он на всех попробовал, причем он залезет, допустим, там все они по-разному, на них нужно залазить. Он залезет, скатится по три раза, с каждой горки обязательно прокатится. Потом на двух качелях качался. Потом он залез еще в большой лабиринт для детей постарше. Не побоялся он туда. Он вообще просто залазил туда и слазил. Там вот вход, он просто заходил туда и слазил по лестнице. А теперь он пошел именно по лабиринтам, по вот этим всем. Там веревочная какая-то труба, в общем, какая-то лестница там на цепях. Он не побоялся, пошел исследовать вот эту всю территорию. Я вообще, честно говоря, в шоке была, как он туда полез. И причем он меня не звал с собой, вообще абсолютно самостоятельно везде там ходил.